Герман Греф, который говорит о том, что российская экономика примитивная, и что она в конечном итоге себя исчерпает. Ну, вы часто об этом говорите, но это вы. Почему Греф об этом начал говорить вдруг сейчас? Еще раз, я вам повторяю еще раз. Третий год войны. Никто не ожидал, что будет так долго. Начинает нарастать утомление от войны и раздражение от войны даже в самой элите. Потому что даже сама элита начинает ощущать, что почва под ногами колеблется, и ситуация идет в беду. Смотрите, страна, ну, давайте начнем с самого простого. Никто это из приглашенных не говорит, но все же понимают, что Россия страна с очень тяжелой демографической ситуацией. И тем не менее, каждый день в ней погибают люди, которые постно убивать украинцев. И это то, что восстановить невозможно. То есть ты пытаешься как бы вести какой-то бизнес в стране, который неуклонно теряет рабочую силу, где единственный резерв, который сейчас они пытаются запустить, это срочно, значит, они хотят втянуть обратно пенсионеров в работу, потому что объявили об индексации пенсии работающим пенсионерам. Годами об этом кричали, что этого делать нельзя. В статье писали люди, прикормленные Минфином, что это категорически недопустимо, это безобразие. Но такой дефицит рабочих рук, потому что молодые и средние возраста погибают, что уже как бы нужно втягивать всех остаточных в России. И, конечно, люди, работающие в бизнесе, понимают, что у них, что называется, земля под ногами горит. Я когда-то употребил, еще года полтора назад, термин, что Россия – это как пожар на топливном секторе, на топливном болоте. Вот все время под ногами то в одном месте вспыхивает, то в другом. И мы это видим, и люди, которые занимают какие-то крупные позиции, тоже понимают, что они живут в экономике, которая все время охвачена пожаром. То в одном месте погасят, в другом вспыхнет, то в другом погасят, в третьем вспыхнет. И погасить целиком невозможно. И это, конечно, начинает вызывать ужас, тем более, что, поймите еще раз, вся путинская элита заперта в России. Деться из страны им уже некуда, их обложили со всех сторон красными флажками. А внутри России идет разрушение экономики. И к чему это придет, страшно сказать, думать об этом боязно. И они начинают аккуратно подавать сигналы, что давайте как-нибудь находить какие-то решения. Потому что вот я только так это воспринимаю. Ну, вот одно из, еще одно заявление, опять же, на этом форуме. Опять же, один из, ну, бенефициаров этого режима, ну, тем не менее, как бы он, как бы его ни называли, это Алексей Мардашов, да, он жаловался на НДПИ высоченные. Хотя, опять же, добрые люди тут же подсчитали в ответ на его эти заявления, что очень высокие поборы, и он жаловался на них, и их вроде бы с 22 года на 3 года вводили, а тут уже и нету временной рамки, насколько они, вот он, жалуется. Так вот, за это время он, его состояние, по-моему, в дуэ увеличилось. Там с 12 миллиардов долларов, там, до 25. Ну, то есть, ему ли жаловаться, но тем не менее. Вот насколько эти голоса, а ведь он же не один, да, такой Мардашов, там, в целом, я думаю, многих затронули эти снимания сливок. Так вот, насколько, по-вашему, вот эти люди могут повлиять на ситуацию? Потому что очень часто говорится о том, что они не субъекты. Вот им что сказали, то и делайте. То есть, на самом деле, они, ну, если будешь сильно громко возмущаться, просто лишишься своего состояния, другому передадут. Ну, вопрос глубокий, значит, смотрите, начнем с Мардашова. Да, понятно, что он, в общем, обогатился за эти годы, потому что он поставляет металл для военных производств, и, соответственно, соучастник производства военной техники на этих госзаказах он хорошо заработал. Но, с другой стороны, он-то, в общем, имеет большой добывающий дивизион, который добывает для него руду и уголь, и рост вот этих налогов съедает его прибыль. И ситуация простая. Вот это, что называется, эффект роста дохода от военных заказов, он уже исчерпан, а рост затрат из-за НДПИ, он не исчерпан, но продолжается. И поэтому, в конце концов, это начнет съедать его прибыль. Он этого боится, он этого не хочет. Естественно, у него кошелек-то ближе всего к телу находится. Поэтому он начинает заранее трепетать и кричать, что давайте как-то остановитесь с этой безумной историей. Тем более, что дело же не только в НДПИ. Он просто НДПИ взял как некий такой пример. Ну, понятно, что всякие могут быть истории, связанные с налогом на прибыль. Вот сейчас они взяли и подняли с 20 до 25% ставка налога на прибыль. Но есть угроза, и она не исчезла. Это угроза, что налог на прибыль станет прогрессивным. Так же, как подоходный налог, что он станет прогрессивным. Потому что это уже вполне реальная модель. Вот этот налог на сверхприбыль, который был в прошлом году, это, по сути дела, прогрессия налога на прибыль. Так что Мордашов еще и этого боится, что ты там хорошо заработал прибыль, тебя славно обомрали. И кроме того, конечно, они все боятся, что начнут окончательно разрушаться российские фондовые рынки. А их богатство, о котором вы говорите, это же не деньги на счете, это стоимость компании на фондовом рынке России. Если разрушается фондовый рынок, а он сейчас уже очень сильно пошел вниз, то эти все так называемые бумажные богатства Мордашова моментально могут скатиться до совершенно других значений. И он резко обеднеет. Поэтому все понимают, что разрушение экономики, оно затронет каждого из богатых людей. Я уж не говорю о том, какая может быть криминализация, прочие страшные истории. Все это возможно. Поэтому, конечно, люди начинают бояться. Как это повлияет на будущее страны, сказать сложно. Но здесь логика, на мой взгляд, такая, что, конечно, все перемены в России могут быть только через верхние эшелоны. Что называется, один скинул другого, другой скинул первого. Мы видим, как сейчас Патрушева аккуратно взяли и задвинули. Да, курировать судостроение. Прелесть какая. Анекдот очередной. Но понятно, что тот, кто захочет поменять лицо в первом кресле, он должен ощущать, что его кто-то поддерживает. Что когда он встанет во главе, у него люди, что называется, бредут и присягнут на верность. И вот когда эти люди начинают роптать на первое лицо, то лицо, которое хочет скинуть первое нынешнее, оно понимает, что у него становится больше поддержка. Не явная, но потенциальная. Я думаю, что дело именно в этом. Еще интересно, я не могу сказать, что это какие-то такие роптания именно на Путина, но больше роптания на как раз западных партнеров. И Игорь Сечин вот несколько таких заявлений сделал. Ну не то что резонансных, но интересных. Первое, что жаловался он, что 630 миллиардов потрачено долларов на европейскими странами, на замещение импорта газа не из России. Это с 21 года по 23, 630 миллиардов долларов. И вот он на это уповал, не уповал, а пенял, что сравнивал с экономикой балтийских стран и так далее. И второе, он жаловался, что переход вот этот энергетический с углеводородов, он затронет 90% населения Земли. Дескать, столько людей задействовано там. Что же им делать? И вот это, мне кажется, более даже интересно. То есть, по сути, Сечин, можно ли говорить, что отображает вот эту фрустрацию нынешней российской элиты, что от углеводородов постепенно-постепенно отказывается, но она не знает, что с этим делать. Даже без санкций, даже без войны. Но в целом это объективный процесс. Вот есть понимание у российской элиты, ну что, ну 15, ну 20, ну 30 лет, а дальше что? Что менять в российской экономике? Что вы? Это даже не понимание на уровне элиты. Есть документы, которые мало кто помнит и знает, но он существует, его можно даже найти в интернете, почитать, меня всегда легко проверить. Называется документ «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». Ей-богу честно и благородное слово. Принят был, наверное, уже лет 5 или 7 назад. Если посмотреть там перечень главных угроз экономической безопасности России, то там есть прям пункт. Энергопереход, отказ от энергоносителей является одной из главных угроз экономической безопасности России. Это вполне сформулировано, и документ подписан президентом Путин, так что это не какие-то там подспудные ощущения в элите, а это действительно страх, потому что ничего другого в России нету. Ничего другого на миру предложить не способно. Сколько ни говорили российские экономисты, что нужно диверсифицировать экономику, нужно встраиваться в другие цепочки создания ценностей, предлагать какие-то конечные продукты из России интересные. Нас всех послали далеко. Вот нам сказали, это неинтересно, мы хорошо зарабатываем на экспорте нефти и газа, и этого нам хватит на так долго, что мы успеем умереть. Поэтому они ничего не сделали. Сейчас, когда их выбрасывают из мировых энергетических рынков, то выясняется, что особо других источников дохода нет. А еще ведь выбрасывают из других рынков, не только энергетических, металлургических рынков выбрасывают. Начинается охота на Росатом, с его поставками урана, с алмазами, как вы знаете, с золотом. То есть практически все, чем Россия кишилась, кичилась, прошу прощения, и говорила, что вот мы тут страна, у которой есть вся таблица Менделеева, поэтому весь мир никуда от нас не денется. Вот эта вся такая модель наслаждения богатствами, природными и всеми возможностями на этих богатствах богатеть, она как бы вдруг рассасывается и выясняется, что ты, в общем, можешь оказаться никому не нужной, окраинный мир где-то вдоль Ледовитого океана. А как тогда жить? И на чем зарабатывать? Потому что ничего конечного России интересного не производит. И это страх. Все, что интересного прозвучало в эти дни, в том числе на этом экономическом форуме, вот как-то с назначением Белоусова начал очень активно использоваться термин военный кенсианство. Вот тот же Белоусов, это такой военный кенсианец, а вот на форуме, наоборот, начали открещиваться, нет, нет, у нас не военное кенсианство, ну как же так, это военное кенсианство, это другое, а у нас тут и потребительский бум, и инвестиции, и все-все-все. Вот почему, почему так начали открещиваться вроде бы красивый термин военное кенсианство? Звучит же? Ну это очень смешной вопрос для меня, потому что я записал целый цикл лекций на своем канале про военное кенсианство несколько месяцев назад, и на меня напали сразу люди, которые стали кричать, что это вообще черт знает что, какой-то там малограмотный персонаж из высшей школы экономики, бывший университет написал, по-моему, два, что ли уже, выпуск, видео, что нет никакого военного кенсианства, вообще такой термин не существует, и понятно, если он не существует, то какой термин опровергают люди на петербургском форуме. Но дело в том, что сама идея военного кенсианства, она довольно дискредитированная, она проверена довольно большим мировым опытом, и она говорит, что эта идея довольно плохо работает, и плохо кончается, и поэтому, значит, если ты говоришь, что ты идешь по модели военного кинотеанства, то ты идешь по дорожке, которая известна, куда приводит болото. Поэтому они пытаются сделать вид, что у них нет вот этой дорожки, они идут не по ней, они идут по светлому пути к процветанию экономики, никакого военного кинотеанства нет. На самом деле ровно так и происходит, потому что был застой в экономике России. И все вот эти цифры, которые озвучивает президент, они связаны исключительно с тем, что были вброшены огромные деньги вот в этот вулкан военных расходов. Но он взорвался из-за этих расходов, выбросил огромную лаву денег в экономику. Но это все держится на военном кинотеанстве в чистом виде. То есть это вложение денег, которое должно дать экономический рост. И оно дало, в общем, экономический рост, потому что военная промышленность начала производить больше, это перекрыло падение производства в гражданской экономике, появился некий рост, появилась заработная плата дополнительная, с этой заработной платы люди побежали на потребительский рынок, то есть все вроде как бы по моделям кейнса. Но правда обломилось все, потому что выяснилось, что вот они прибежали-то на рынок за продуктами питания, потребительскими товарами, за своими выросшими в военном производстве зарплатами, а там-то ничего дополнительного не появилось. Гражданские отрасли не растут, и импорт падает. И совершенно шумасшедший президент России, более того, кричит, нам надо импорта сокращать, послушайте его выступление. На форуме он сказал, нам надо сокращать, нам надо снизить долю импорта до 17%, это как в Советском Союзе. При этом российское производство не растет, оно не может расти. Но что за президент, другими указами посылает людей убирать, убивать и умирать. Поэтому, соответственно, у тебя безумно низкий уровень безработицы, 2,6%. Людей в экономике нет. Как ты можешь расширять производство потребительских товаров, если у тебя рабочих рук нет? Они ушли воевать и умирать. Ну вот это безумная история, поэтому, конечно, возникает четкое понимание, что вот дорога военного кинотеатра ведет к страшной беде. Поэтому они пытаются отмыться, откреститься от военного кинотеатра. Да нет, у нас все хорошо, у нас идет рост инвестиций, рост потребления. Только когда ты разбираешь, то все это как раз те же самые государственные деньги, прошедшие через экономику и вызвавшие вот этот эффект. Но это, вы знаете, как впрыснуть адреналин. И человек на какое-то время побежит шустрее. Ну, потом, конечно, это кончается плохо, но на какое-то время побежит быстрее. Ну, вот это как раз и есть чистые водовоенные кинотеатра, огромные расходы из бюджета на военное производство, на военные цели. А это же огромный комплекс, это же не только оружие, это и продукты питания, которые надо в армии, одежда, медикаменты. Это огромный комплекс, который весь финансируется государственным бюджетом. Ну, и еще надо, чтобы люди были, то есть надо, чтобы человек подписал контракт. Вот, знаете, буквально пару недель назад все, ну, диву давали с тем цифром, благодаря расследованию, по-моему, или проекта, или Медузы, что от уже миллиона рублей до миллиона двухста, и с учетом всех выплат, это единоразовая была такая вот сумма за подписание контракта. Сейчас же уже, по-моему, в Краснодаре миллион шестьсот пятьдесят тысяч, то есть, ну, почти что 17 тысяч долларов, ну, если перевести, да, 17 тысяч долларов единоразовая выплата, вот просто подпиши контракт, да, по другим регионам не знаем, но вот в Краснодаре вот такая цифра звучала. И сам же Путин говорит о том, что вот мы, дескать, 30 тысяч ежемесячно набираем, проблем нет, да. Опять же, если брать все консервативные оценки выбывания российских военных на фронте, да, не то, что Путин говорит, вот у нас в пять раз меньше, да, но это вот как раз, оно примерно так и выходит. Там 30 тысяч набирает, около 30, 30 тысяч выбывает каждый месяц. То есть, вот, надо новые, новые, новые люди. Вот насколько российская экономика может поддерживать вот этот темп, да, постоянного привлечения людей и постоянного увеличения выплат этим людям. Вот есть ли какой-то лимит? Вот 2 миллиона можем платить, а дальше уже не можем? Нет, такого лимита нет. Они будут отнимать деньги у гражданского населения и платить военным. Другое дело, что вот самих вот этих возможных потенциальных солдат становится просто меньше. Страна-то не сильно большая, и молодых не очень много, и они, конечно, уже посылают воевать вот по этим контрактам черт знает кого. Я тут посмотрел фотографию со двора военкомата, стоит этот шеренг подписавших контракты. Ну, такая безрадостная, я бы сказал, картинка. Главное, что ты понимаешь, что большинство из них уже покойные, покойники вскоре. Но вот это такая совсем не молодые, это уже там люди за 40, а тут ловатые, с совершенно понятными пропитыми лицами, в общем, смотреть на них безрадостно. Но вот других нету. И как раз вот мы понимаем, что есть объективный, натуральный резерв, который вот сейчас Путин выбирает, но этот резерв, он конечен, и других не появится. Что называется, мигранты теперь не очень стремятся брать российское гражданство. Кому охота получить паспорт российский, тот же повестка военкомат. Поэтому вот других людей нету, а в общем, таких обычных россиян, которые готовы идти и умирать, даже за очень большие деньги. Посмотрите, ведь это огромные деньги, миллион шестьсот, при зарплате, значит, соответственно, ну, допустим, 50 тысяч в месяц, это, в общем, два с половиной года работы, в общем, только за то, чтобы ты подписал контракт. Это довольно большие деньги, конечно, и тем не менее, вот, возникают проблемы. То есть Путин пока хвастается, но, повторяю, военные эксперты российские начинают говорить, что все-таки приток, в общем, сокращается, и мы можем все-таки по осени ожидать второй волны мобилизации, от которой Путин, как вы слышали, открещивается, кричит, да ни за что, да у нас тут просто выживающие. Но есть вторая сторона, о которой никто не хочет говорить в России, что Россия перешла к полностью наемнической армии. И теперь это очень сильное применение бюджета, и это значит, что на военные цели теперь приходится тратить куда больше, чем до начала войны с Украиной. Раньше там была призывная армия, что-то там солдату платил копейки, а теперь ты должен платить огромные деньги. И это значит, что вот обременение расходами, просто даже на живую боевую силу, оно для бюджета растет. И мы не понимаем, как бюджет будет в конце с концами сводить даже с будущего года уже. Ну и вот еще две цифры, три цифры. Очередной исторический минимум в России безработицы, согласно Росстату, 2,6% всего лишь, было, по-моему, недавно 2,7%, да? А уже 2,6%. Это раз. Второе, это Денис Монтуров, который, собственно, в ОПК и занимается, и курирует. Он сказал, что, опять же, на экономическом форуме, что 520 тысяч человек, они привлечены сейчас в ОПК, а еще нужно 160 тысяч. То есть вот не хватает людей и там, не только в армии. По-вашему, насколько это критическое, вот эти 160 тысяч, и вообще, насколько нехватка кадров может затормозить вот это военное гензианство, которого, как мы знаем, уже с вами нет, на самом деле, и существует. Ну, трудно сказать, потому что мы, в общем, понимаем, что на самом деле трудоспособность населения в России довольно невелико. Хотя это всем кажется, ну как, 146 миллионов населения. Но когда начинаешь выяснять, то, в общем, у тебя где-то там, ну, от 65 до 77 миллионов, по разным оценкам, людей трудоспособного возраста. При этом из них, понятно, довольно много пожилых. И поэтому обратите внимание, что, значит, вот началась эта история с заявлением Путина о готовности индексировать пенсии работающим пенсионерам, потому что никого, кроме пенсионеров, втянуть в производство невозможно. И сейчас они делают попытку вернуть военное производство стариков, которые ушли уже на пенсию. Но это такая, знаете, сложная история. Человек, выходя на пенсию, обычно уже в России довольно больной, потому что жизнь в России тяжелая, а медицина паршивая. Поэтому, конечно, вот на то, что этих людей удастся втянуть и за счет этого вернуть там 160 тысяч и закрыть дыры, это все очень проблематично. Но я обращу ваше внимание на другую сторону, что если 530 тысяч занятых, то помножайте на КЦН 3 семейности, то это только, вот считайте, полтора миллиона людей из семей, которые связаны с военным комплексом, получают доходы. И значит, что в России, в общем, суммарно довольно много уже миллионов людей, которые благодетствуют и повышают благосостояние за счет войны. Это значит, что в стране возникает все более такая мощная группировка, ну, сторонников войны. Партия войны, у них есть сторонники. Это тоже надо понимать, что это не один Путин хочет войны, но надо украинцам понимать, что в России множество людей, миллионы людей, которые хотят, что война шла вечно, потому что тогда им вечно будут идти высокие зарплаты. Поэтому реально идет война уже не просто против Путина и там против Министерства обороны, а против русского народа. Это ужасная история, но она выглядит сегодня именно так. Ну, как раз это украинцы понимают, это очень часто мы слышим, что это война Путина, Путина война против Украины. Действительно, это есть такая, не то что дискуссия, попытка создать вот это представление того, что происходит, ну, как раз украинцам это доказывать не нужно, а это нужно доказывать, наверное, больше на Западе.